Сказали, как подсюда впитало, так она и выпитывает. Ножи нужно окунуть в горячую посуду, но стол на котором, мраморный стол, раковина, в которой моют посуду, и в тарелки, в которой наливают что-то горячее, не напрямую, не на огне, также их кашируют обливанием, то есть, что мраморный стол нужно облить с кипятком, раковину тоже всю вместе с краником, с ручками нужно облить с кипятком, на этом их каширование на Песах заканчивается, есть которые раковину обливают три раза, есть которые делают отдельный вкладыш в раковину на Песах, все это желательно, но не обязательно, тот, кто это делает, без радости получает благословение. Дальше говорит Аллаха, что та посуда, которая используется на холодное, косткий душ, бокал для кедуша, стаканы хрустальные, стеклянные, которые используются только для холодного, даже если иногда их использовали для горячего, если после того, как использовали для горячего прошло 24 часа, достаточно их промыть прохладной водой, холодной водой, и можно их использовать на Песах. Дальше, если мраморный стол, человек боится, или любой другой стол, он боится, что у него испортится, то все, что он должен сделать, его покрыть скатертью, пластиковой, матерчатой, нет разницы, и на этом он его откашевал. Электрическая плата, которую мы пользуемся на шаббат, его тоже нужно облить сначала кипятком, и потом покрыть фольгой, и можно пользоваться этим на Песах. Глиная посуда, мы сказали, порцелановая посуда, вся эта посуда, она не кашируется, на Песах нужно взять отдельную посуду. Пластиковая посуда, пластмассовая посуда, резиновая посуда, для сфарадрим нет проблем, можно ее кашировать, ашкенозим их не каширует. Стеклянная посуда, для сфарадрим, она не впитывает и не выпитывает. Любая стеклянная посуда, для холодного применения, для горячего применения, все, что нужно, ее всего лишь помыть прохладной водой, и она готова к потреблению. Ашкенозим этого не делают, но даже орлаха говорит, если они три раз сделают огола, пустят ее в горячую воду, можно им этим пользоваться. Металлическая эмалированная посуда, она кашируется, желательно сделать три раз огола, три раз ее опустить в горячую воду. Деревянная посуда, каменная посуда, посуда из костей, закон у нее как металлическая посуда, как она впитывает, так и выпитывает. Если на горячую, то окунаем в кипячую воду, если наливаем, то наливаем горячую воду из первого сосуда. Духовка, как она очищается, нужно сначала три стадии очищения духовки, каширования. Сначала духовку нужно полностью очистить от всего, что там набралось, потом оставить 24 часа без действия, и после этого включить на полтора-два часа на самую высокую температуру, которая есть в этой духовке. Холодильник просто моется, все части его, особенно не забудьте резинки, которые вокруг дверей. Этим холодильник кашер для Песах. Столы, которые мы едим, нужно их протереть, покрыть скатертью, скатерть, которую мы используем, салфетки, которые мы используем, их каширование, нужно их постирать в горячей воде. Этим они кашируются на Песах. Машинка для перекручивания мяса. Если она разбирается, нужно ее разобрать, хорошенько очистить, и потом откошировать, агала, опустить в горячую воду, в кипяток. Та часть, которая с дырочками, ее желательно прожечь на огне, чтобы все, что там есть, было сожжено. Электрический миксер или тостеры. Там, где есть, видно, что есть мелкие детали, где там хамец застрянет, и скорее всего, его нельзя будет оттуда достать, очистить и убрать. Нужно их убрать с хамецом на Песах. На Песах, если кто-то пользуется этим, купить новые отдельные для Песаха. Если миксер, он нормальный, то есть там нету таких трещин и частей, его все нужно хорошенько почистить. Сам миксер, где у него мотор, а остальные добавочные части, как ими пользуются? Если горячий, то в кипячую воду и так далее. И как мы сказали, что все, что нужно кочеровать в кипяченой воде или обливая и так далее, как мы сказали, тоже духовку, нужно их хорошенько сначала очистить, а потом откочеровать. То, что сжигается на огне, не обязательно очищать, потому что огонь все полностью это сожжет. Потому что там есть давление, это впитывается, вталкивается. Беруха, Господи, во всем мире. Амин и Амин.